Внеочередная конференция Федерации Футбола Мордовии началась с минуты молчания в память о трагически погибшем в конце прошлого года в автомобильной аварии Александре Ешкове. Он возглавлял организацию с 2005 года. Согласно уставу, чтобы выбрать нового руководителя, необходимо было собрать специальную конференцию. На собрании не смогли присутствовать только пять делегатов из 65. На повестке дня было три вопроса, избрание президента, принятие нового устава и выборы Совета Федерации. Единственным, кто выдвинул свою кандидатуру на пост президента организации, был Александр Егоров. Известный арбитр и экс-руководитель Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза. Он завершил свою работу в РФС и теперь будет трудиться на благо мордовского футбола. В свете трагической ситуации, что случилось у нас с Александром Викторовичем, проанализировав всю эту ситуацию, посоветовавшись с руководством, я принял решение баллотироваться на пост президента Федерации футбола. Хочу пожелать Александру Анатольевичу успехов в работе. Могу заверить, а также как коллеге из РФС, что мы будем плотно взаимодействовать, помогать, всячески способствовать развитию футбола в республике. То есть на всех его уровнях. Как было уже отмечено и про женский футбол, и пляжный, и мини-футбол, и немаловажно здесь межведомственное взаимодействие. Кандидатуру Александра Егорова делегаты конференции одобрили единогласно. В своем обращении к собравшимся новоиспеченный президент сделал акцент на возрождении былых традиций, которые успешно создавались и работали в начале 2000-х. Республиканские турниры «Кожаный мяч» и «Кубок головы», развитие разновидностей футбола, женского пляжного футзала, увеличение количества соревнований на территории республики, а также привлечение большого числа команд в любительские и ветеранские турниры. Главная проблема – это нехватка финансирования. Понятно, что уменьшилось количество команд, соревнования, естественно, это из-за финансирования. Но у частных кто? У нас есть богатые люди в республике, они же не содержат команды. Здесь надо, я говорю, одна из наших идей – это тесное сотрудничество с органами власти, о чем я сказал. Хорошее же было у нас соревнование, когда чуть ли не все деревни играли. Вот к этому надо стремиться. Опять же, чтобы дети наши в спортшколах тренировались в полном объеме, не три раза в неделю, а условно пять раз в неделю. Вот это самое главное. Уже в новой должности Александр Егоров предложил утвердить 12 членов Совета Федерации футбола, которые будут принимать ключевые решения. Состав немногим отличался от предыдущего варианта. В этом списке фигурировали только четыре относительно новые фамилии. Это директор ФК «Мордовия» Николай Левин, известный предприниматель Сергей Сеушов, заместитель министра спорта Вячеслав Учайкин и заместитель директора «Саранс-Межрайгаз» Сергей Челов. Я со всеми кандидатами провел личные беседы, заручился полной поддержкой и заверением того, что мы все вместе в едином кулаке будем работать на благо развития нашего мордовского футбола. Главная проблема Республиканской Федерации ничем не отличается от всеобщей мордовской. Недостаточное финансирование. Это сказывается и на детском, и на любительском футболе. Не говоря уже о профессиональном, хотя к нему Александр Егоров теперь прямого отношения не имеет. Я полностью некомпетентен в этом вопросе. Я знаю, что есть определенные трудности. На каком они этапе, то есть, как бы, я ответить не готов. Это, ну, чуть из другой области. Я отвечать буду сейчас за развитие, скажем так, массового футбола. Ну, естественно, держа руку на пульсе, естественно, с прямой региона, с футбольной Мордовии. Говорить можно много, нужно начинать делать. Поэтому, как бы, пока разбрасываться там какими-то словами, тезисами не хотелось бы, вникнем, начнем действовать, а потом уже поговорим, что мы сделали.